Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, кто такой андроид разработчик и из чего строится его работа. Ну и также я вам раскрою такой аспект даже со стороны, что должен знать андроид разработчик, а также вы узнаете по факту, как стать андроид разработчиком. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите стать андроид разработчиком и сделать это максимально оперативно и качественно, если вам нужна помощь по выходу на рынок, на котором вы сможете самостоятельно разрабатывать андроид приложения, как на заказ, так и создавать свои собственные проекты, приносящие доход без вашего участия. Если вы хотите освоить новую профессию, которая позволит вам не беспокоиться о своем будущем и, конечно же, настоящем в современных условиях нестабильности и кризиса, если вам нужна моя консультационная помощь по трудоустройству по профессии андроид разработчика, тогда я приглашаю вас на свой курс, построенный на индивидуальной основе «Андроид разработчик за 3 месяца». На этом курсе я сделаю из вас андроид разработчика, владеющего всеми актуальными современными технологиями. Обучаться можно абсолютно с нуля, без всяких знаний в программировании. После обучения вы сможете разрабатывать абсолютно любое мобильное приложение под систему андроид, а также у вас в портфолио будет два разработанных мобильных приложения и два отзыва. Кроме того, я помогу вам выйти на рынок разработки мобильных приложений под андроид и окажу консультационную помощь по трудоустройству на позицию андроид разработчика. Если вы в нынешних кризисных условиях хотите обезопасить себя и освоить профессию, которая позволит вам обрести экономическую безопасность и стабильность, тогда я предлагаю вам записаться на мой курс «Андроид разработчик за 3 месяца». Я помогу вам стать профессиональным андроид разработчиком, тем самым вы не будете зависеть от экономической ситуации в стране целом и от работодателя. И даже сможете построить свой небольшой бизнес. Все ссылки для записи и консультации есть в описании под видео. Давайте познакомимся с профессией андроид разработчиков. Во-первых, андроид разработчик должен разбираться в том, как сделать красиво и удобно. То есть он должен разбираться в UI и UX и должен уметь создавать интересные интерфейсы с основными элементами, такими как верхняя навигационная панель, верхний экшенс бар, нижний экшенс бар, нижняя навигационная панель, различные выезжающие панели, красивые кнопки. В целом его не должно уточнить от таких задач, как передвижение кнопки, от таких задач, как под настройка под различные экраны, красивого отображения. То есть ему должна нравиться именно работа с дизайном, то есть внешнее оформление. Потому что, наверное, процентов на 80 ваша работа будет состоять именно из вот таких операций. Но если вы будете работать один или сам на себя, то, конечно же, эта работа также будет занимать большую часть вашего времени, но не настолько много, нежели если бы вы работали с кем-то в команде. Кроме того, андроид разработчик должен уметь создавать динамичные списки и оформлять этими списками различные каталоги, подборку опций, то есть весь тот контент, который листается. Андроид разработчик должен, конечно же, еще и разбираться в источниках данных и иметь четкое представление о том, что такое база данных, что такое таблица базы данных, что такое CRUD и как работать с базами данных. Также андроид разработчик должен разбираться в том, как организовать правильную работу приложения, используя такие технологии, как многопоточность и инъекцию зависимости. То есть он должен уметь делать свое мобильное приложение реактивным, то есть быстрым. Андроид разработчик должен разбираться в современном архитектурном проектировании и знать хотя бы основной архитектурный паттерн MVVM. Он должен понимать, из каких слоев состоит этот архитектурный подход и какую роль каждый из слоев выполняет. Андроид разработчик должен иметь хотя бы представление о смежных сферах. В идеале, если он будет понимать в бэкэнд разработки. Хотя бы на уровне понимания того, что ему сказал бэкэнд разработчик, если он работает в команде, но если работает сам на себя, то должен непосредственно разбираться в бэкэнд разработке, чтобы сделать нормальный бэкэнд для своего мобильного приложения. Он именно должен уметь, в идеале, но такие вещи в компаниях делает всегда бэкэнд разработчик. Но если вы работаете на себя, то вы должны уметь работать с базой данных на сервере, обычно это база данных MySQL, или уметь работать со сторонним API, любого сервиса крупного. И вы должны понимать, как получать всякие данные с сервера или по API со стороннего сервиса. Вы должны понимать, как получать эти данные в свое мобильное приложение и обрабатывать. Либо напрямую работать с сервером, либо все это дело мигрировать и работать уже с базой данных на устройстве. И самое главное, андроид разработчик это тот, кто готов ежегодно обновлять свои знания и опыт. То есть давайте подведем итог. Кто же такой андроид разработчик? Конечно же, банально можно было сказать, что андроид разработчик это тот, кто разрабатывает андроид приложения. Но это и так все находится на поверхности. Андроид разработчик это тот, кому нравится разрабатывать визуальные интерфейсы мобильного приложения. Это тот, кого не воротит и не тошнит от того, что придется работать очень много с дизайном и, скажем так, настраивать внешнюю часть. Андроид разработчик это тот, кто разбирается в базах данных и умеет с ними работать. И это тот, кто может сделать функционал своего мобильного приложения, разрабатываемого мобильного приложения быстрым, с правильной архитектурой. И, конечно же, андроид разработчик это тот, кто будет в последующем управлять багами, которые возникают на его разрабатываемом приложении и устранять эти баги. Вот в целом, кто такой андроид разработчик. На следующем видео мы с вами поговорим, чем выгодна работа Android разработчика, как в команде, так и при работе на себя. Мы поймем все аспекты выгоды работы Android разработчика. А на сегодня у меня все. С вами был проект Mabu. До встречи на следующих эфирах. Всем пока.